Что такое дрессура и как стать укротителем хищников? Об азах своей профессии Артур Багдасаров рассказал на примере. Дрессировал артист начинающих циркачей – трёх тигров двухлеток. Буч, Амур и Урал ещё не слышали аплодисментов. Сочинские школьники стали для них первыми зрителями. Можно похлопать. Я не знаю, как он не боится их. Я жду, когда выйдет самый большой тигр, которому 19 лет. Они в первый раз на сцене впервые видят людей. Им надо мясо подкладывать, чтобы они привыкли, когда мы хлопаем. Иначе они вот так… Мы узнали очень много нового, как дрессировать тигров, разные сложные трюки, как их приучить к себе. Нам так понравилось, что мы ещё раз придём на шоу, только настоящее, а не на мастер-классе. Мне очень понравилось. Я обязательно сюда приду с родителями. Несмотря на то, что клоуны в мастер-классе участия не принимали, детский смех в зале не умолкал. А всё потому, что встретились ровесники, отмечает дрессировщик. Вы видите, какой голдёж. Самая сложная дрессура – это дети. Для каждого ребёнка, тем более у которого есть животные дома, это будет очень интересно. Они будут уже понимать, как это всё-таки немножко сложности, какие есть сложности, какие есть подводные там всякие камни и так далее. Ответил Артур Багдасаров и на все интересующие юных зрителей вопросы. Ну а шквал эмоций был на самом манеже. Здесь ребятам разрешили почувствовать себя в роли дрессировщиков. Пока же начинающие полосатые артисты в шоу Багдасаровых не участвуют. Но на Сочинский манеж они всё же выйдут в конце ноября – в финальные дни гастролей московского цирка Никулина на курорте.